Это двоякое ощущение, что с одной стороны, конечно, не хочется, чтобы девушка уходила в тюрьму в Казахстане, а вот само дело, оно какое-то грязное. Мне было непонятно, почему она так волнуется, потому что мне это волнение было видно, и мне было совершенно непонятно. Она боялась экстрадиции. Но вопрос же не в этом. Вопрос в том, что человек, все равно, когда человек, это волнение, можно объяснить только ложью, и больше ничем. Видимо, перед судом все-таки какой-то дрепет еще остается. Кстати, у меня вот странный вот такой момент. Она знаменита тем, что она всегда вытаскивает смартфон при любой непонятной ситуации. Вот когда на нее, якобы, было совершено нападение, она не сделала ни фото, ни видео, хотя там сидела сзади таксиста, которого она подозревает там в чем-то. Почему она не сняла ни фото, ни видео? Вообще ничего нету, кроме непонятного вот этого инцидента, прямо перед самим судом, как будто вот прям на блюдечке. Мало того, что перед самим судом, это был же еще в день пикетов в поддержку политзаключенных. Соответственно, почему? Очень странная история. Меня тоже, кстати, это удивило, потому что то, что она говорит, что не работал интернет, ну какая разница, ты могла просто снять, а потом это выложить. Почему же ничего не было снято, да? Ни на, ни в такси, ни на, собственно, ну вроде типа она перед такси снимала, типа, в такси не снимала, а потом... Даже перед этим, перед такси нет никакого вида, есть только фотографии непонятные, но извините, я могу снять любой номер и потом обвинить непонятно в чем, видео где? Видео нет. Видео нет и на автозаправке тоже видео нет. Вот эта вся история непонятная. Да даже если ты отошла уже, отъехала, потом ты можешь в безопасном месте себя вот снять и сказать вот такой репортаж и вот такая ситуация и так далее. Но это же... Я подумал, что это связано как-то вот с попыткой повлиять на суд, что вот ради бога не отправляйте, не экстрадируйте, вот у меня, видите, какая ситуация. Да, да, эти аргументы звучали на суде. Со стороны кого? Жанны. В смысле, сама Жанна? А, нет, а вот именно констатация вот таких действий со стороны Жанны, оно никем толком и не было проанализировано или озвучено там? Это да, это да, но она говорила, что она обратилась в полицию, соответственно, заявление написала, то все, пятое, десятое, соответственно, это тоже выставлялось как аргумент для того, чтобы... У меня поразило еще несколько вещей, еще на первом суде, когда суд задавал вопросы, что необходимы доказательства того, что он занимался журналистской деятельностью и попросил оригинал газеты. Меня удивило, как они предоставляли доказательства в суд. А они это кто? Сторона Жанны. Потому что, ну, я не знаю, я знаю, как это делается в России, да, просто ксерокопия страницы не является доказательством для суда, должна быть полная выгрузка, я не уверена, просто... Должна параллельно представляться оригинал и там копия и так далее. Ну, а если это сайт, да, то делается выгрузка с сайта, не скрин-страницы, да, а выгрузка, потому что в выгрузке есть командная строка, где написано когда, что, которую невозможно подделать. Соответственно, и заверяется вот именно выгрузка, а не сканированный, не скриншот страницы. Понятно. Удивительно, что они этого не делали, да, потому что, ну, это же казалось бы такая очевидная вещь. Ну, в общем, на любой почте, где вот можно, я знаю, что вот я в Казахстане часто так делал именно для суда, я выгружал в присутствии почтового работника, который еще закреплял почтовым штемпелем или каким-то иным... Абсолютно. Бывает нотариальное заверение, да, вот тоже ты идешь к нотариусу и, соответственно, тоже делаешь выгрузку страницы, а нотариус заверяет, что это произошло в его присутствии. Да, вот это является доказательством для суда. Поэтому, когда говорится, что вот мы так кучу доказательств представили для суда, а таковых доказательств нет, но меня всегда это удивляет. Понятно. А когда у вас вообще у него появился вот этот офис, комнатная квартира? В мае. В мае месяце? Да. Ну, то есть, получается, в мае месяце и было, пошло большое финансирование? Ну, да, да, оно постепенно разрасталось и как бы увеличивалось. Ну, молодец, что она теперь ездит на такси, это здорово, я рад за нее. Вот, в целом, я надеюсь, что она все-таки закроет все свои черные дела и попытается хоть немножко очиститься. А мне очень бы хотелось, чтобы оппозиция все-таки действовала иначе, чем действует действующий режим, потому что пока оппозиция такова, ожидать изменений в стране не представляется возможно. Немножко расскажите о себе. Вы сказали, что вы физик. Что вы закончили и кем вы работали, как вы работали вообще, чтобы немножко мы знали, а вообще немного больше работали. Ну, это была совсем другая жизнь. Я закончила физфак Калининградского государственного университета, я закончила аспирантуру физико-технического института имени Абрамы Федоровича Йов, я кандидат в физмат-наук, я физик-теоретик. Какая диссертация? Глубокофанонная ионизация и туннелирование, а многофанонная ионизация и туннелирование из глубоких примесных центров полупроводника. Интересно, но непонятно. Вы кандидат в участии физико-математических наук? Да, я кандидат в физико-теоретик. И вы были одно время депутатом? Да, я была депутатом Ленсовета, избрание 90-го года, соответственно, в 93-м году. То есть еще при советской власти? Да, избрали нас еще при советской власти, а в 93-м по указу Ельцина нас уже спустили. У меня даже в трудовой книжке стоит запись «Уволено по указу президента». Ну, как и все, собственно, советы, потому что новая власть оказалась не готова к той демократии, которую предоставлялась советской конституции. То, о чем вы говорите, когда человек, по сути, авторитарен в своей работе и по своему характеру, он не может быть демократичным в полноценном мире, в масштабах страны, как политик. Потому что, видите, так оказалось, что советская конституция на бумаге была конституцией парламентской республики. Почему? Потому что, собственно, все органы исполнительной власти, они формировались органами представительной власти. Как на уровне Верховного Совета, так и на уровне городов, районов и так далее. И если когда-то в России была полновесная парламентская демократия, то это был вот в тот короткий период времени, с 1991 по 1993 год. При вас как раз. Естественно, исполнительной власти это очень не нравилось, потому что, например, Собчак, он часто судился с нашим советом, и примерно в половине случаев он проигрывал суды. То есть оказывалось, что он... И суды были, получается, независимыми. И суды были независимыми, потому что суды тоже назначались представительной властью. Я прекрасно помню тех судей, которые трепетали перед своим назначением, потому что им нужно было прийти на сессию, рассказать вообще. И если у них были какие-то косяки в их деятельности, то, естественно, они выплывали тут же, и судей не проходили. А вы можете отметить какие-то вихи, чего сделано было в Ленинграде благодаря деятельности Ленсовета? Что нового в тот момент, что революционного, что демократического было благодаря тем моментам? Какие-то новые изменения происходили? Вы же прекрасно понимаете, что тогда было очень сложное время, тяжелое. Я работала в комиссии по науке в высшей школе, и вот все бюджетирование изменялось. Как раз для моей родной отрасли, для образования и науки были самые тяжелые времена, потому что коммунальные платежи становились такими запредельными, людям нечем было платить зарплату. И по большому счету, самое главное, наверное, что тогда удалось, это дать возможность людям все-таки выжить, потому что это были очень тяжелые времена. А в комиссии сколько человек работал тогда? 20 с небольшим. Я была секретарем комиссии. А в Центральном Совете в целом 450 депутатов. Большой был. Потом уже был избран Малый Совет, который работал все время. На постоянной основе? На постоянной основе. На постоянной основе это можно было и вообще любому депутату работать. За зарплату имели? За зарплату. А, любой человек мог работать за зарплату? Любой человек мог работать за зарплату. А тогда в чем была роль Малого Совета? Малый Совет между сессиями мог принимать решения в пределах своей компетенции. Соответственно, это был путь к уменьшению количества депутатов Вот сегодня в России, в том же Ленинграде, у представительного органа меньше власти, чем у того лица Ну, конечно, абсолютно Во-первых, самое главное, что лишились представительные органы власти, это контрольные функции Потому что, я еще раз повторюсь, тогда назначали всех Да, конечно, было принято решение о выборах мэра, и мэра избрали То есть, глава исполнительной власти Ленсоветом Глава исполнительной власти избирался на отдельном голосовании Тем не менее, так как Ленсовет мог отменить незаконно принятое решение распоряжения мэра То контрольные функции были в полном объеме Такого объема контрольных функций сейчас нет, и не было никогда после этого А это очень важно, потому что, собственно Тем более, вы это все пощупали своими руками Более того, у меня есть своя собственная гипотеза, почему были разогнаны тогда советы Гипотеза очень простая Гипотеза очень простая, потому что тогда начиналась большая приватизация По закону тогда в комиссии по приватизации должны были входить депутаты И, собственно, вот этих депутатов в той комиссии по приватизации было совершенно не нужно Все, ну мы получили исчерпывающий ответ на то, кто вы были именно в этом депутатском Я еще один момент отмечу Я еще входила в депутатскую комиссию по расследованию роли обкома КПСС в событиях Пуччи 91-го года Потому что Пуччи тоже проходил на моих глазах И, собственно, я точно знаю, как падает одна власть и приходит другая С чем была резюминка того момента? Я точно знаю, что революционные изменения делают только те люди, которые горят идеей Их точно никогда не сделают такие люди, как Жанна Ботта, которые считают исключительно деньги Понятно Было позиции уже сколько лет уже? Ох, столько не живут С какого года? Ну, в такой очень жесткой позиции с 2000, наверное, третьего Ну, а до этого в поле мягкой Ну, а вы в политику вошли в каком году? Ну, как в 90-м вошла, так и не выходила До 90-го года чем занимались? Работала в радиоинституте имени Хлопина Занималась полупроводниками Я закончила кафедру теории ядра элементарных частиц И в процессах с ядерной физикой хорошо разбираюсь Поэтому вот этим и занималась Спасибо большое Удачи Спасибо Спасибо